Добрый день, уважаемые зрители! Я приветствую вас на канале Заметки Нумизмата. Меня зовут Роман. И сегодня мы поговорим о античных и средневековых подражаниях. Я начну немножко издалека. Покупательная способность денег в значительной степени определяется их привычностью и доверием к выпустившему их органу. Вот, например, обычные наши 10 рублей. Всем знакомые, даже ребенок знает, что денежка эта небольшая, на нее можно купить разве что полбуханки хлеба. Но почему именно полбуханки? Не пять буханок на четвертушку? Откуда уверенность, что этот стальной кружочек, кто-то за него вообще захочет поделиться хлебом? Можно многое стереотипно говорить о золотом запасе страны, черном золоте и прочих активах, которыми обеспечена покупательная способность денег в государстве. Однако, все, я думаю, помнят кризис 1998 года, когда за несколько дней покупательная способность денег в России упала этак раза в четыре. Золотой запас, черное золото, поля, заводы остались на месте. А что изменилось? А изменилось доверие к деньгам. Понятно, что отсюда есть естественное желание примазаться к уже сложившемуся доверию к той или иной валюте. И не менее естественное противодействие этому. Если я достаточно талантливо выгравирую 10 рублей на латунном кружке, это будет называться большим манечеством и караться по всей строгости закона. Не задержали, не задержали, не задержали, а я сам к вам шел, к вам, сам чистосердечным во всем признаться. С восторгом предаюсь в руки родной милиции, надеюсь на нее и уповаю. А что делать, если этим займется другое государство? Ну, сейчас в век кредитных денег глобализация, это абсолютно незаконно, называется подрывом экономики. А вот когда мы находим свидетельство такой деятельности в античности и в Средневековье, то называем результаты ее подражаниями. Важно подчеркнуть, что о подражаниях мы говорим, когда одно государство чеканит деньги еще существующего другого. Например, не является подражанием так называемая посмертная тетрадрахма Филиппа I. На ней имя Филиппа Филадельфа, дизайн, вес, пробы серебра практически полностью соответствуют прижизненному образцу. Но отчеканил ее римский наместник в Сирии, Авл Габини, спустя 30 лет после смерти Филиппа I в 50-е годы н.э. Период гражданской войны между смертью Филиппа I и установлением римского протектората сопровождался разрухой, упадком экономики, порчей монеты, ну и старые полновесные чистопробные тетрадрахмы Филиппа I ценились в народе. Так что Авл Габини просто возобновил их выпуск. А вот подражание аюбитским дирхевам Ас-Салиха Исмаила и Абу Бакр, которые чеканили крестоносцев в 1253 году в Акре. Они довольно быстро наладили выпуск облегченных копий, естественно, точно повторяющие оригиналы, несущие цитаты из Корана. В следующем году приехал папский прилад, был скандал. Папа Иннокентий IV выпустил буву, в которой он запрещает чеканить на святой земле монеты с именем Магомета и Аллаха. Ну, после отъезда прилада имитации продолжали чеканить. Для доглядности взвесим оригинальные дирхемы этого периода. Можно видеть, что вес их довольно стабилен и колеблется в пределах от 2,7 до 2,9 грамма. А у подражания вес 1,7-1,9 грамма, да еще проба малость пониже. Так что выгода для крестоносцев очевидна. В следующем примере подражания чеканились не ради выгоды, а скорее для того, чтобы в обращении оставались привычные для населения деньги. Вот такие монеты чеканил с 1146 года отобег Алеппо, нур-аддин из династии зонгидов, подражая фолисам византийского правителя Константина X, которые массово использовались в Сирии несколько ранее. Помимо классических подражаний, выпущенных зонгидами, существует четко выделяемая разновидность более грубого чекана, несущая только латинские надписи. Сейчас наиболее популярна гипотеза, что эти монеты чеканили крестоносцев в Иерусалимском королевстве, подражая чекану зонгидов. Таким образом получается, что вот это подражание подражанию. Вот сравните, слева оригинальный фолис Константина X, в середине подражание зонгидов, а справа подражание подражанию крестоносцев. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте свои вопросы в обсуждении. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok